МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом и многом другом подробнее. Поддержит или не поддержит Конституционный совет позицию президента Назарбаева? Основная тема обсуждения экспертов. Сегодня агентство Костак, ссылаясь на компетентный источник, заявило, что, скорее всего, поправки в Конституцию будут признаны незаконными. В понедельник члены Конституционного совета удалились в совещательную комнату. С тех пор главный вопрос законной ли поправки о продлении полномочий действующего президента еще на 10 лет завис в воздухе. Диас Акбаев продолжит. Конституционный совет, возможно, поддержит вето президента. Агентство Костак сегодня опубликовало интервью с анонимным источником. По его словам, широкомасштабные кампании и популяризации референдума заинтересованы в первую очередь чиновники пенсионного и предпенсионного возраста, которые не хотят расставаться со своими креслами. В то же время молодое поколение оказывает всевозможное давление на президента, понимая, что шансы развития через 10 лет для них станут минимальными. Конституционный совет, равно как и глава государства, колеблется, уверяет источник. По моим сведениям, и среди членов Конституционного совета нет единого мнения по рекомендации, соответствует ли идея о замене выборов референдумом, основному закону. Опытные юристы Конституционного совета, конечно, доржат своей репутацией. Я думаю, они не хотят в угоду политической конъюнктуре брать на себя ответственность. За такое неоднозначное, но судьбоносное для страны решение заявил собеседник агентства. Пресс-служба Конституционного совета сообщает, что у них есть месяц. Точной даты, когда будет озвучено решение, нет. Для меня это такая же новость, как и для вас. Когда будет официальное заявление, поверьте, оно будет дано официально, вы будете приглашены. Ждите официального сообщения. Тем временем эксперты продолжают строить прогнозы, искать правду в тех немногих словах президента, которые он высказал о референдуме в АКОРДе 20-го числа. Что значит, его ни да, ни нет. Президент, мне кажется, имел в виду, что он не может изменить Конституцию, которая, опять повторяется, на общенародном референдуме, только из-за того, что парламент решил нести такие изменения. Мне кажется, что, имея такую поддержку среди населения, президент вполне готов отклонить идею проведения референдума и внесения поправок в Конституцию, позволяющие продление полномочия. Политолог Досом Сатпаев расценивает сложившуюся ситуацию как затянувшийся спектакль и считает, что, возможно, завтрашнее послание народу Казахстана сможет поставить точку в ожидании ответа президента и Конституционного совета. Но каков бы ни был ответ, говорит Сатпаев, лидер нации останется на своем месте. По поводу правления полномочий, будет референдум, не будет референдум, если не будет референдума, будут ли выборы. Естественно, что сейчас многие ожидают от президента хоть какой-то определенности в этом вопросе. То есть вот эта подвешенная ситуация, она вызывает даже какой-то, знаете, немножко такой юмористический уже подход ко всему этому действию, потому что это напоминает спектакль, при котором сейчас слишком затянулось. Генсек УСДП Азата Мержан Косанов также уверен, чтобы президент не решил по поводу референдума, серьезных и ожидаемых изменений в политической сфере не произойдет. Этот документ будет, возможно, более пропагандистским, агитационным накануне референдума. И через это послание, возможно, через новые обещания, президент захочет иметь большую поддержку в обществе. В ближайшую субботу партия УСДП Азат собирает демократический форум, на который приглашены более 500 участников, в том числе и проправительственные партии. По словам Генсек Азата Мержану Косанова, они не собираются тратить время на разговоры о продлении полномочий президента, а планируют инициировать политические перемены самостоятельно. Диас Агбаев, Иван Сковиков, Толгат Умербеков, Казахстан. Завтра Нурсултан Азарбаев выступит с очередным ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Представители демократической общественности ожидают, что именно тогда и будет поставлена точка, быть референдуму или нет. Хотя не исключают, что в аккорде попытаются выиграть время, и окончательное решение будет озвучено 11 февраля во время 13-го съезда партии Нуратан. Чего ждать от президента, рассуждают представители оппозиции. На мой взгляд, должно состояться, поскольку это процесс, который пущен серьезно и по самому высокому, на мой взгляд, указанию. Хотя человек, который все это задействовал, достаточно уверенно играет свою роль, как будто он здесь ни при чем. То, что сейчас в какой-то мере Назарбаев не отвечает на этот вызов конкретно, по всей вероятности, он оглядывается, что скажут, например, Америка, другие государства. По всей вероятности, есть какие-то разведки. Вот министр иностранных дел слетал в Америку, и другие каналы по казахстанской дипломатии работают. Было бы, конечно, оригинально, если бы он сказал, хватит, поболтали и работайте, никаких референдумов. У Назарбаева есть только один выход сейчас. Это, так сказать, сердечно поблагодарить 5 миллионов казахстанцев за то, что они вот так вот возживали вдруг, чтобы он остался. А потом сказать, что Конституция – это святое, что, ну, повторить слова своего советника, который тот говорил в сентябре прошлого года о том, что на Конституцию посягать вообще нельзя, распустить вот этот парламент, который 100% проголосовал за антиконцепционные поправки, в общем-то, и на этом заработать или какие-то баллы. Не отступать от демократических принципов призвала Казахстан госсекретарь США Хилари Клинтон. Отрицательное мнение по поводу проведения референдума она озвучила на встрече с министром казахстанского МИДа Канатом Саудабаевым накануне в Вашингтоне. Протестует против лебисцита и в столице Казахстана. Известный правозащитник Талас Сагимбаев сегодня опубликовал обращение на имя президента с требованием отказаться от референдума по продлению своей власти. Правозащитник Талас Сагимбаев написал несколько обращений в адрес Нурсултана Назарбаева. Он просит Ельбасы отправить в отставку премьера, но главное – отказаться от проведения референдума. Глава государства обязан, как гарант Конституции, отреагировать на обращение народа, напоминает правозащитник, но опасается, что референдум все-таки состоится. Инициативную группу никто не видел, которая со списками в зубах носилась бы от двери к двери. В стране не было ажиотажа со сбором подписей. Все это происходило на телевидении, в СМИ и в тиши кабинетов по вертикали сверху вниз. Нереально за короткое время собрать более 5 миллионов дутых подписей. Требует опубликовать данные о 5 миллионах подписей, собранных в пользу референдума, незарегистрированная партия ОЛГА. Ее активисты с запросом предоставят список подписантов, обратились в Центр избирком. Руслан Симбинов считает, эти сведения не являются гостайной. Каждый филиал по своему региону может вывезти списки на сайте. Я думаю, особого труда не составит. Если они 5 миллионов собрали без проблем, то вывезти, проверили их достоверность, то вывезти особого труда не будет. Против проведения референдума высказались и США. Госсекретар Хиллари Клинтон на встрече с коллегой Канатом Саудабаевым призвал отказаться от этой идеи. Еще недавно на саммите ОБСЕ в Астане она отмечала достижения республики и считает процедуру референдума отступлением от демократических принципов. Национальный референдум по вопросу продления срока правления президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года может стать шагом назад для демократии. Мы надеемся, что Казахстан подтвердит его приверженность демократии и соблюдению прав человека. Тем временем казахстанские информагентства опубликовали информацию и сообщение следует, что Конституционный совет, вероятно, отклонит референдум. Интригу усилило и совместное заседание обеих палат парламента. Оно пройдет 28 января. На нем президент выступит с очередным посланием народу. Ожидается в этот же день страна услышать заявление Нурсултана Назарбаева о проведении референдума. Агеримос Пану, Осет Садвакасов, Астана, Казахстан. Поднять авторитет Нурсултана Назарбаева на международной арене взялся британский писатель Джонатан Айткин, автор небезызвестных у себя на родине творений. Его книгу презентовали сегодня в Астане, где собралась вся политическая элита. Желающим раздавали книги бесплатно, но автор предупредил, в магазине бестселлер о Назарбаеве будет стоить не меньше 35 долларов. Надо отметить, что хвалебная ода действующему президенту в виде книги под названием «Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана» подверглась критике еще когда он только озвучил свою идею о содержательной части своего творения. Но, по словам самого британского писателя, произведение уже пользуется невероятным мировым спросом. Ивану Тулинову тоже досталась горячая новинка. При полном аншлаге прошла презентация книги о главе Казахстана. В президентском центре культуры в Астане собрался политический бомонд. Британский автор, вдохновившийся Назарбаевым, к такому вниманию привычен. Обладатель экзотического сочетания имени и фамилии Джонатан Айткен называет свое трехлетнее творение бестселлером. Говорит, книга расходится по миру тысячными тиражами. Русскоязычная версия продалась уже в количестве 20 тысяч экземпляров. В Англии англоязычная версия продалась в количестве около 8 тысяч экземпляров. Стоимость в Англии одной книги составила где-то 35 долларов. То есть это, в принципе, дорогая книга, и это считается коммерческим успехом. Вся жизнь Нурсултана Назарбаева уложена в одноименной книге с вкраплениями фотографий, писем и фрагментов речей. Получилось 14 глав и почти 400 лощенных страниц. Уже существует три ее версии на казахском, английском и русском языках. Представители истеблишмента с трибун по очереди заявляют, после полного прочтения фолианта чувство переполняет патриотизм. Он проявил свой взгляд и нашел в том, что здесь, в этой стране, может быть вот такой бурный прогресс. И здесь могут быть такие интересные исторические личности достойного мирового внимания. Секутуре, Сукарна, Ахмед бен Белла, и десятки-десятки таких людей не удержались, сошли с арены. А наш президент, ну, как вот начинал, так и продолжает вести, активно работать, не совершая ошибок. И слава богу. Уроженец Ирландии в прошлом политик Джонатан Айткин в кулуарах признается, настолько очарован харизмой Назарбаева, что готов пойти на сиквел и также превратить вторую книгу о казахстанском Ельбасе в мировой бестселлер. Иван Тулинов, Талабжакупов из Астаны, Казахстан. Отечественный МИД просит казахстанцев воздержаться от поездок в столицу Египта, а находящихся в Каире граждан Казахстана избегать мест массового скопления людей. Накануне в Каире в ряде других городов Египта начались массовые антиправительственные демонстрации. Во внешнеполитическом ведомстве заверяют, что отслеживают безопасность казахстанцев в Египте. Сколько всего туристов находится в этой стране, уточняется, но среди пострадавших в уличных беспорядках граждан Казахстана нет, утверждают в МИДе. По информации наших дипломатов, пока обращений от наших граждан по этому поводу этой ситуации не было. В любом случае, посольство держит этот вопрос на контроле. И мы бы все-таки рекомендовали избегать посещения мест массового скопления людей в Каире. Участники акций протеста требуют улучшить социально-экономическое положение, расширить политические свободы и отменить режим чрезвычайного положения действующие долгие годы. Помимо призывов к реформам, на митингах, в которых участвует до 20 тысяч человек, звучат призывы к отставке правительства и президента Хоснем Убараком, занимающего эту должность 29 лет. Похожая ситуация складывается и в соседней стране Йемен. Там тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы, требуя отставки президента Али Абдалыс Алека. Он находится у власти более 30 лет. Первой страной в этом году, которая потребовала отставки президента, была Тунис. Глава государства там не менялся уже 23 года. В Казахстане тем временем продолжаются митинги в поддержку продления президентских полномочий Нурсултана Назарбаева еще на 10 лет. При том, что у власти он уже больше 20 лет. На западе страны в Уральске прошел митинг в поддержку проведения президентского референдума. На центральной площади города собрали больше тысячи человек. Местные чиновники подготовились основательно. Выставили трибуну на огромном дисплее и запустили трансляцию фильма о лидере нации. Выступали представители общественных организаций города и чиновники, которые призывали западно-казахстанцев поддержать лебезцы. Надо отметить, что проведение массовой акции в центре Уральска разрешили провести впервые. Обычно желающих помитинговать отправляют в сквер на окраине города. Туда же направляют и участников оппозиционных партий. Но призывать за референдум сегодня разрешили перед Экиматом. А вот те, кто против рекламируемой кампании, за выступления в центре преследовали силовики. Так, в начале января группа журналистов вышла на площадь, чтобы выразить протест против идеи президентского референдума. Они были с плакатами «Назарбаев мой президент» и «Я не могу ничего с этим поделать». За 10-минутную акцию они поплатились задержанием, штрафами и арестами на пять суток. Тему свободных мирных собраний подняли сегодня в фонде СОРОС Казахстан. Там более 20 молодых людей высказали свое отношение к самовыражению. Фонд, в свою очередь, подвел итоги конкурса тематических эссе. Что думают студенты и школьники о несвободе в проявлении своей гражданской позиции узнавала Зарина Ахматова. Больше трех не собираться. О запрете выходить с несанкционированными митингами на улице знает даже 17-летняя Валерия Даудбаева из Семипалатинска. Свой взгляд на проблему она изложила в эссе, которое отправила на конкурс фонда СОРОС Казахстан. Экспертную комиссию работа впечатлила. Девушка предложила воссоздать институт Курултаев. Сегодня Валерию награждали в числе других победителей. Если был Курултай когда-то, почему бы его не воссоздать, только делать это не маленькими собраниями. Раз в неделю собраться, а именно чтобы весь Казахстан и навсегда стал таким, чтобы каждый мог спокойно сказать о своем мнении и не бояться, что его за это будут оказывать. Как отмечают организаторы, тема конкурса была выбрана не случайно. Ситуация с запретами на мирные шествия за последний год обострилась и ничего хорошего не предвещает. Вот самое массовое мирное шествие демократических сил города Алматы в мае прошлого года. Она завершилась, как и десяток ему подобных стычками с полицейскими. Таких шествий, как Майская, по оценкам правозащитников из Бюро по правам человека, в прошлом году планировалось 172. Разрешения были выданы только на 10. В итоге на улицы люди вышли 64 раза. В основном в Алматы. Анализ показывает, несмотря на запреты, за последний год произошел рост количества несанкционированных митингов. По словам директора Института открытое общество Майкла Холла, такая реакция гражданского общества предсказуема. Когда люди чувствуют, что просто нет у них, скажем, законных, цивилизованных путей, выразить свои мысли, даже если это инакомыслие, это намного опаснее, намного более опаснее. Мы это видели, скажем, в других странах, где вот другие каналы выражения, пожалуй, инакомыслия закрыты, то иногда в определенных случаях люди начнут искать другие, скажем так, очень мягко, менее желательные. По словам Холла, чем сильнее власти ужесточают позиции, тем агрессивнее будет реакция. Всего свое мнение в конкурсе о свободе мирных собраний высказало более 20 молодых людей. И если сегодня не прислушаться к мыслям, изложенным на бумаге, завтра конкурсанты могут оказаться в числе тех, кто нашел менее желательные для власти пути самовыражения. Зарина Ахматова, Александр Платонов из Алматы, Казахстан. Вы смотрите новости Казахстана. Каждая десятая квартира города Курчатова, что на востоке страны, испытывает дефицит тепла. Термометры в них едва поднимаются до отметки в 12 градусов. Власти недовлетворительный тепловой режим объясняют тем, что мощности существующих котельных стало не хватать. В строй ввели два новых стоквартирных дома. Новую же котельную намерены сдать в эксплуатацию только к началу следующего топительного сезона. Жители 15-тысячного Курчатова начали жаловаться, что замерзают накануне. На это чиновники ответили, мол, сами виноваты, не утеплили квартиры. На месте в ситуации разбирался Игорь Петров. Обогреватель в квартире Галины Карабаева работает круглые сутки. Только с его помощью удается поддерживать в доме хотя бы 12 градусов тепла. Батареи в квартире жительницы города Курчатов, что находится на востоке страны, едва теплые. А за окном уже месяц минус 30. Я в этом доме живу уже 12 лет. Такой ад только последние два года. В прошлом году у нас даже один градус был, вы не поверите. Ребятишки болеют. Ребенок у меня даже спрашивает, мам, почему я не могу писать. Просто-напросто, даже чернила замерзали. В таком положении живет каждый десятый житель Курчатова. Но в местном Акимате критическую ситуацию не считают. Оправдываются. Дефицит тепла случился из-за вводов эксплуатацию двух стоквартирных домов. И теперь мощности котельных не хватает. Где-то за последние три года я посчитал, это где-то 40 тысяч квадратных метров. Это, ну если в наших размерах это считать, это еще одну котельную надо строить было. Мини-котельную. А мы это все распределили на четыре котла. То есть, да, ощущается, стали дефицит тепла. Власти области созвали экстренную пресс-конференцию по проблеме Курчатова. Но здесь заявили, спасение замерзающих – дело самих замерзающих. И переложили вину с тепловиков на простых жителей. По жилому дому поставщик тепла дальше своего узла не идет. По жилому дому по подвалу отрабатывает КСК. А КСК кто? Это пенсионеры, педагоги. Может быть, именно по вопросу тепла для наладки, может быть, привлекли там электрика, понимаете? Именно специализированная организация должна заниматься в КСК. Исправить ситуацию с теплоснабжением власти обещают только к следующему отопительному сезону. Пока же рекомендуют жителям пользоваться обогревателем. И обещают ежемесячно производить перерасчеты по отоплению. Однако в счетах за январь списанная сумма составила всего 5 долларов. Пять лет колонии. Максимального наказания потребовал прокурор для обвиняемых по делу о трагедии в поселке Казалагаш. Сегодня в Алматинской области прошли прения сторон. Процесс близится к завершению. Напомню, на скамье подсудимых семеро чиновников, которых обвиняют в халатности. Руслан Бахсигареев находится на месте. Он сообщит последние подробности. Очередное выездное судебное заседание по делу о прорыве Казалагашской плотины 11 марта 2010 года проходит в поселке Казалагаш в Алматинской области. Напомню, в результате трагедии погибли 45 человек. 48 жителей поселка получили различные телесные повреждения. Государственный обвинитель прокурор 2-го управления прокуратуры Алматинской области Марат Имангалин, выступая во время прений, потребовал для подсудимых максимально меры наказания по статье «Халатность». Пять лет лишения свободы в колонии-поселении. На скаме подсудимых 7 человек. Среди них владелец плотины 68-летний Куаныш Бекеев, его заместитель Мухид Женусов, Аким Казалагаш и Седженусов, заместитель Акима Берек Тунышпаев, заместитель начальника ПЧС Евгений Енин. Жители поселка в меры наказания, предложенные прокурором, возмущены. По словам потерпевшей, это Жан Кажекпановой, такой приговор кощунственный по отношению к 45 погибшим. По нашим данным, некоторые жители поселка намерены устроить акт самосожжения в знак протеста. Между тем, самые подсудимые с обвинениями не согласны. В том, что обвинение говорит Бекеев, признает свою ошибку. Пока я не изучал эту проектную документацию, сомневался в том, я, может, виноват. В чем я виноват? Воды-то не набралось столько. Теперь, после этих, я считаю себя невиновенным. Моя совесть чиста, могу сказать. Пятое по счету судебное заседание по рассмотрению убийства журналиста видеопортала «Станки и Зет» Саята Шулембаева прошло 27 января в специализированном суде Алматы. Процесс начался с опроса свидетелей. Слово дали родным и близким Шухрата Бакреева. У него журналист Саят Шулембаев снимал комнату. Бывшая гражданская жена Бакреева, преподаватель английского языка Оксана Грек, сообщила суду. Шухрат часто без уведомления брал крупные суммы денег из семейного бюджета. На что тратил деньги, не говорила. Попытки выяснить это приводили к ссорам. За два месяца до трагических событий Оксана и Шухрат расстались. Напомню, журналист видеопортала «Станки и Зет» Саят Шулембаев был убит в конце 2009 года. Вместе с ним, с признаками насильственной смерти, в квартире был обнаружен Шухрат Бакреев. Спустя год следствие завершилось. Полицейские обнародовали имя главного подозреваемого. Им оказался Николай Никитенко. Я знала, что Николай – это друг Шухрата, и, как правило, мы просто с ним здоровались. Но он просто заходил, к примеру, за Шухратом, затем они с Шухратом вместе уходили. И близко мы не общались. О чем они общались, я тоже не знаю. И в завершении. В преддверии азиатских игр в Усть-Каменогорске торжественно открыли новый горнолыжный подъемник. Он единственный в черте города. Ранее спортсменам-лыжникам-фристалистам приходилось тренироваться на отдаленных и, главное, частных горнолыжных курортах. Новая горнолыжная трасса, впрочем, тоже негосударственная. Это коммерческий проект стоимостью более 130 тысяч долларов. Однако власти города заверяют, спортсмены, учащиеся в спортшкол, будут заниматься здесь абсолютно бесплатно. Теперь уверены тренеры и чиновники, горнолыжный спорт станет более массовым. Длина новой трассы 550 метров. В планах Усть-Каменогорских властей открытие еще и нового дворца спорта. Что касается церемонии открытия азиатских игр, намеченной на 30 января, сегодня стало известно, что из иностранных высокопоставленных гостей в ней примут участие принцы Иордании, Эмирата Абудаби и президент Кыргызстана. Соревнования же начнутся уже в пятницу. Пока это все. Удачи вам.